Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы тут с моим младшим сыночком, он в главной роли у меня, главный поваренок, решили с утра сделать пиццу. Тесто для пиццы я делаю сама, но сынок делает самое главное, это начинку для пиццы, он все сам выкладывает. Единственное, что у нас оказалось в доме мало сыра, но сделали, как говорится, из того, что было, нет никакой копченой колбаски, вообще мало чем у нас было. Но как-то вот очень-очень захотелось моему сыночку тоже потворить на кухне, поэтому, конечно, отказать я не смогла, и мы решили сделать. Конечно же, он снимает пробу, все обязательно должно быть испробовано, все ингредиенты обязательно, куда без этого. Так что мы с ним тут готовим. Вот такая пицца у нас получилась, у меня с одного боку подгорает, это у меня так духовка с одного боку, видите, вот здесь вот краешек немножко подгорело, но это ничего страшного. Вот, и вот такая пицца, сыра, конечно, очень мало, но она получилась очень-очень вкусная. Еще раз, девочки, всем огромный привет. Хочу показать сейчас заказ Фаберлик, когда мне пришел, у нас еще на улице такая хорошая погода, вообще распогодилась. Наконец-таки, наконец-таки, я начала уже вовсю-всю сажать. Ну, потом вам все уже покажу, наверное, в следующем влоге. А сегодня я хочу выполнить запрос и показать, как мой муж солит рыбу. Ну, солит рыбу у меня муж, пробовала я тоже, но он говорит, что у меня невкусно, вкуснее у него. Вот, поэтому, пожалуйста, я, как говорится, не против. Если муж хочет, то, конечно же, пусть солит. Вот, и он еще сегодня будет делать эту свою лимончеллу, ну, он, по крайней мере, ее так называет, я не знаю. Вот, так что вам тоже сегодня покажу. Меня еще просили показать, как мы коптим мясо. Мясо мы коптим в коптильне на улице. И тоже этим занимается у меня муж. И я уже, по-моему, в прошлом году показывала. Но, как будем коптить, сейчас он у меня забыл купить вот эти щепки. Что-то у него там еще не хватает. Вот, в общем, докупят. Ну, и времени тоже особо не хватает. Вот, и обязательно покажу, как мы коптим, но, наверное, чуть позже. Вот, ну, а сейчас давайте покажу Фаберлик. И все ссылки, артикулы, как всегда, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Итак, давайте покажу вам свой заказ Фаберлик. Котейка пришла мне помогать, как всегда. Значит, заказала я, ну, во-первых, два геля для душа. Вот эти очень нравятся моим мужчинам. Очень сильно нравятся. Они прям балдеют у меня. Вот такой называется Исландия и Мехико. Чем-то напоминает что-то, мохито какой-то. Ну, в общем, очень вкусные, на самом деле. Очень вкусные вот эти вот ароматы. Нравятся моим мужчинам. Я, соответственно, взяла два. И в прошлый раз я еще брала вот такие мыла. Это мыло ручной работы. Очень понравилось нам это мыло. Оно не раскисает в мыльнице. Мы любим как и кусковое пользоваться, так и жидкое мыло. Моим мальчишкам, конечно, понравилось вот такое. Со вкусом банана. Действительно, аромат банана очень классный. Не раскисает. Не знаю, хорошо пенится. Отличное мыло. Нам прям очень понравилось. Конечно же, я взяла свою любимейшую тушь, которую в последнее время постоянно пользуюсь. Вот ее артикул 5248. Любимейшая. Постоянно ее заказываю. Постоянно ей пользуюсь. Обожаю ее. И взяла. Там, в общем, была акция. Берете по каталогу, там, по-моему, на 500 рублей что-то такое. И можно взять по хорошей цене. Попробовать вот такую. Ну, как попробовать, да? Это полноценная версия. Вот такая маска. Освежающая маска для лица. Я взяла с мыслями о том, что вот-вот уже лето скоро, да? И подумала, что как раз на лето будет отлично. Здесь есть вот такая лопаточка. Меня это очень порадовало. Я люблю, когда такие вещи есть. И сама маска выглядит вот таким образом. Мне кажется, если положить ее в холодильник, то это вообще будет супер. Будет снимать отечность с витамином В3, я так понимаю, да? Вот. Ну, в общем, попробую. Я, кстати, очень мало пробовала всяких масок от Фаберлик. Но знаю, что есть из них очень даже достойные. Соответственно, попробую. Потом расскажу. Там еще разные маски есть от этой линейки. Но я решила взять вот такую. Кто постоянно смотрит мои влоги, тот помнит о том, что я говорила, что хочу себе джинсы поменять. Потому что те, которые у меня есть, мне не нравятся, как сидят. Я хочу джинсы с высокой талией. И листая на сайте Фаберлик раздел мода, скажем так, да, я наткнулась на вот такие джинсы. Они не тянутся, идут с высокой посадкой, прям по талию, прям очень высокая посадка. И на сайте в отзывах было написано, что они мало мерят. Вот. Соответственно, я взяла 44 размер. Но такие, я бы не сказала, что сильно плотные. Такие достаточно. Так, еще одна ко мне девчуля пришла. Еще одна. Еще одна прискакала. Такие достаточно плотная ткань. Но на лето, на прохладный вечер, будет вообще отлично. Я вам сейчас померю и покажу, как они смотрятся на мне. Итак, девочки, вот джинсы от Фаберлик. У меня рост метр шестьдесят пять. И вот они получаются вот такой длины. Мне по щиколотку, но мне как раз хорошо. Единственное, не очень мне... Вот здесь вот у меня, как всегда, пузырится. Высокая талия и животик, кажется, меньше. Но мне, в общем и целом, нравится. Кажется, может быть, их отгладить или состернуть. Они больше сядут, ну, как бы лучше. Они вот здесь вот мне, ну, не очень сильно свободны. Свободны вот здесь. Как бы единственное, что вот эта часть мне не очень нравится, как сидит. Но не знаю, на мне все вот подобные джинсы сидят подобным образом. Не знаю, что с этим делать. Может, как-то пониже их опустить. Не знаю. Вот. Но качество джинс мне очень нравится. Мне нравится, как сидят они на попе. Здесь вот не сильно топоржится. Мне кажется, их нужно состернуть мне с кондиционером. Они станут помягче тогда, потому что они сейчас такие достаточно грубенькие. И будут уже более... Лучше сидеть. Но, в общем, я их менять, отдавать никому не буду. В общем, обратно возвращать тоже не буду. Я думаю, что если я их состерну с кондиционером, то будет вообще супер. Это у меня домашняя кофта. Вот. То будет классно сидеть. Но мне нравятся. Вот они реально... Обычно я не спокупаю 42-го размера, потому что у меня объемы поменьше внизу. Дизела 44-й. И получается вот мне как раз самое оно. Так, подруга моя, как всегда, все надо ей. Все, все надо. Вот. И вот такой еще каталог. Смотрите, какой классный. А вы смотрите, что это такое происходит. Что такое происходит у меня тут? Как всегда, девочки. Еще она мне, когда пьет воду, она зачем-то запихивает в миску лапу. Ой, кошмар. Дети есть дети. Смотрите, какой классный каталог. Это, я так понимаю, что-то новенькое. Новенькое из одежды, что ли, появляется. В общем, полистаю, посмотрю обязательно. Не знаю, что такое я... А, да, смотрите, это новые какие-то костюмчики. Ой, как мне нравится такой цвет. Мне нужен такой костюм, девочки. Смотрите, футболка, брюки, кроссовки, толстовка. Супер. А, это вот из этой серии. У меня, кстати, есть такой оранжевый, оранжевый такой костюм. Ой, юбка еще, смотрите, спортивная. Прикольно. Надо будет посмотреть мне тоже, потому что одежда от Фаберли, кстати, мне очень нравится. Так что вот такой вот у меня был, вот такой у меня был, девочки, заказ. Тебя тоже заказала я. Все ссылочки, артикулы оставлю вам, как всегда, внизу в инфобоксе. Хочу вам еще, девочки, показать свой тут натюроморт. Такие у меня цветочки. Это мне дарили на день рождения сестра вместе со своим мужем. А вот эти вот цветы у меня, вот эти вот синенькие, мне приносил муж еще до моего дня рождения. Даже до дня рождения. В общем, эти цветы у меня уже четвертую неделю. Они, конечно, уже начинают подзыв, ну, немножко вянуть, да. Вот я собрала тут, просто их подобрезала, чтобы они у меня в такой маленькой вазочке вот здесь вот стояли. И у меня цветы стоят очень долго. Я уже показывала не раз, вот из-за этого средства они у меня очень долго все цветы стоят. И единственное, что когда вы перестанете наливать вот это средство сюда, в воду, здесь не то, что до 14 дней, а намного-намного больше получается. Когда вы перестанете заливать вот это средство, цветы повянут вот просто за несколько часов. Здесь видно, какой-то консервант содержится. Но я думаю, что в цветочных магазинах как раз-таки такое же средство и наливает, чтобы цветочки долго стояли. Некоторые у меня тут немножечко начали вянуть. Но вот такая вот у меня тут красота. Стоит на столике моя любимая чашечка с кофе. И вот такая вот у меня красота. Обожаю и вот эти цветы, и вот эти цветы. Так что прям лето-лето у меня тут на кухне. Ну и вот мой муж приступил к рыбе, к ее засолке, скажем так. И специи, которые он использует, это вот такой лимонный перец. Здесь как бы такая травка. Очень хорошо, кстати, к рыбе заказывала на херб. Это у меня кинза сушеная. Она действительно не дает никакого вкуса, аромата. Она больше для красоты. И укроп. Это все у меня сайхерба. Вот такие вот специи. Ну и, конечно же, соль, сахар еще. Использует мой муж. Засоливаем мы именно вот эту часть. То есть часть мы порезали на стейке в закупках продуктов из магазина ленты. Вы видели, какую большую рыбину он купил. Вот. И это турецкая рыбка. Вот. Так что он разделывает. Голова и хвост у меня пошли на суп. И вот этот хребет, да, он тоже у меня, конечно же, пойдет на суп. Я его просто сейчас заморожу на следующий шубчик, скажем так. Вот. Муж сам у меня все разделывает, сам делает. Вот. Мне не доверяет, так сказать. Ну и, конечно же, здесь девочки тоже снимают пробу. А это контроль качества на нашей кухне обязательно. Муж, конечно же, им тоже дал рыбки без косточек. Они, видите, облизываются, сидят. Папа поделился с девочками, со своими рыбкой. Вообще мой муж все делает на глаз. И у него, то есть я у него спрашивала какой-то определенный рецепт. Это вот соль он сейчас сыпет, да. Рецепт, по которому он делает, он сказал, что у него нет рецепта. Он делает все на глаз, все зависит от самой рыбы, непонятно чего. Он постоянно ее пробует, пока она находится в холодильнике. Здесь сейчас сахар он добавляет. Вот. И поэтому точный рецепт в инфобоксе я вам не смогу, не смогу указать. И специи тоже. Но черный перец всегда. Это вот как раз лимонный перец, скажем так, он называется на iHerb. Он весь как раз сюда добавил. То есть черный перец добавляю всегда. Ну и какие-то сухие травки, которые у меня дома имеются, скажем так, такие он и берет. Ну вот это вот кинзо, она действительно сухая кинза. Да, она вообще не дает никакого ни аромата, ни вкуса, просто цвет. Да, просто красивое, скажем так, красивое блюдо. И все. Ну вот укроп к рыбе мне лично очень нравится. Сочетание укроп и рыбы я когда запекаю, тоже когда жарю рыбку, всегда добавляю вот этот сухой укроп с iHerb. То есть видите, вот таким образом мой муж делает. Сверху опять соль. И теперь он как бы перетирает, скажем так, эту рыбу. И оставляет ее в холодильнике по-разному. Бывает за два дня она у него засаливается. Бывает за три дня. То есть как-то так он достает, пробует, потом добавляет туда, если нужно, соль или сахар. То есть вот таким образом он делает. Ну и все это, вот эту ложечку он еще ставит в пакет. Вот такая рыбка у нас получилась. И будет отправляться, конечно же, в холодильник сейчас. И потом муж будет пробовать. А здесь мой муж приступает к изготовлению лимончеллы. Он будет выдавливать сок лимона. Хотя, то есть вот такой соковыжималкой. Потому что у нас нет такой ручной, знаете, для цитрусовых. Не знаю почему, куда она делась. Нужно 200 грамм сахара. Забегая вперед, скажу сразу, потому что мой муж пробовал, сказал, что сахара мало. Нужно добавлять в два раза больше. Водка и, конечно же, сами лимоны. 10 штук на вот такую бутылку водки. Вначале он снимает цедру со всех лимонов. На самом деле сделать это очень сложно. Поэтому он там часть измельчил, срезал ножом, измельчил в блендере. То есть часть натер, а потом, в общем, перестал это делать и измельчил в блендере. Здесь он отжимает как раз сок самих лимонов. Часть он потом руками отжал, часть так. В общем, экспериментировал по-всякому. Вообще, нужно вот этой ручной такой соковыжималкой для цитрусовых. Вы поняли, наверное, да, о чем я говорю? Вот. Ну, в общем, у меня тут муж экспериментировал. Вот. По-всякому. И, ну, в принципе, и соковыжималка такая неплохо отжимает эти лимоны. Потому что 10 штук, в принципе, ну, так запарно, скажем так, выдавливать все руками. Поэтому он и так, и так попробовал. Теперь эту водку наливает он в кастрюлю. И водку нужно нагреть и добавить туда сахар, чтобы сахар растворился. Постоянно помешивая, скажем так, на плите. Постоянно размешивал внутри вот этот сахар. Но она как бы не должна кипеть, да. То есть он нам на маленький огонь поставил. Вот. И как раз вот здесь вот добавляет сахар. Еще раз повторюсь, сахара мало. То есть он ему сказал, что очень-очень кисло. Не знаю, может, такие лимоны ему попались. Но вот он делал по рецепту. И оказалось очень так прям кисленько-кисленько. Вот как раз он размешивает сахар. То есть он должен полностью раствориться в этой водке. Никакого, кстати, запаха в доме такого не было. Вообще практически ничем не пахло. Не знаю, по крайней мере мне. Может, из-за того, что стоял аромат лимона, цедры лимона. Поэтому никакого неприятного запаха не было. Вот полностью растворился сахар. И теперь он добавляет сюда цедру. Видите, часть мы измельчили в блендере. И часть вот он на терке, да, натер. В принципе, мне кажется, можно все измельчить в блендере. Не знаю, есть в этом разница или нет. Мне кажется, нет. Но только то, что на терке получается цедра более мелкая, чем в блендере. То есть в блендере она более так кусочками у нас получилась. Вот. Все это должно перемешаться. Немножечко настояться в теплом. Ну, как бы, то есть он перемешал. Еще немножечко у него постояло на плите. И потом в трехлитровую банку налил сок лимона. И дальше добавил вот эту водку, да, с сахаром и с цедрой лимона. Конечно, кухню мы с ним сегодня вдвоем просто всю, всю измазали. В общем, потом надо все это дело намывать. Вот. Я, честно признаюсь, еще не пробовала. Должно настояться как минимум сутки в холодильнике. Вот эту цедру тоже вся туда добавляется. Потом все это нужно, дело будет, когда настоится как минимум сутки, процедить через марлечку, да, и налить уже непосредственно, ну, в какую-то бутылку, да. Мой муж будет наливать в ту же бутылку лодки, вот, которая была, да. Вот, так что в холодильнике должно, ну, то есть он вначале остывает, скажем так, при комнатной температуре. И вот на ночь он уже убрал у меня все это дело в холодильник. На самом деле вот из банки не пахнет водкой, а пахнет именно, ну, как лимонным соком, да. То есть водкой вообще не пахнет. Наверное, лимон так разбавляет. Я уж не знаю, сколько там получается градусов в этом напитке. Но я думаю почему-то, что он, наверное, не так много, потому что водка разбавлена соком. Вот, все готово, и постоять немножечко, остынет, скажем так, при комнатной температуре. И потом отправим все это дело мы в холодильник. Ну, а я сегодня на ужин приготовила два стейка. Это нам с мужем рыбки, вот такой. Добавила сюда чуть-чуть совсем масла. Это, видно, так сок выделился, ну, уже растопился. Рыбка такая достаточно жирная попалась. И вот как раз мы на ужин с мужем съедим по кусочку рыбки сегодня. И также я вот вечера решила сварить сразу из головы и хвоста рыбный суп. Я добавляю сюда рис обязательно. Не знаю, мне так больше нравится. Рыбный суп люблю я. Рыбу вообще люблю я. Главный ее поедатель в нашей семье это я. Поэтому люблю его во всех проявлениях. Вот такой у меня получился. Суп со мной рыбы, конечно, там немного. Гарнир. Я сварила гречу. Это моим деткам. Потому что они мне будут, ну, изъявили желание, скажем так, кушать гречу. Поэтому я им сварила. А это нам с мужем отварила рис. Так что вот такой вот я наготовила тут тоже. Сделала еще овощной салатик. Просто помидоры, огурцы. И у меня была сметанка, немножко заправила. Так что без лука, без всего. У меня лук дети не особо уважают. Вот. А это я вчера готовила. Это просто курица обжаренная, куриная грудка обжаренная в панировке. Вот осталось. Как раз детки у меня доедят. Дети у меня рыбу не едят вообще ни в каком виде. Так что им вот такой ужин, а нам с мужем рыбки.